всем привет мы снова на автосалоне в лос-анджелесе и позади меня стенд киа главная новинка у корейцев это новый sol принципиально новая машина построена на платформе k2 поскольку она появится только в следующем году на рынке в россии и вообще наверно концу девятнадцатого года сведений крайне мало но кое-что я вам все-таки про эту машину могу рассказать первое главное помимо новой платформы kia soul стал существенно больше база увеличилась на 30 миллиметров теперь всего 2 2 метра 60 сантиметров это ровно столько же сколько у rio длина тоже увеличилась сразу на 55 миллиметров 4195 миллиметров теперь это довольно крупный автомобиль как вы видите soul прищурился и вместо ясного европейского взгляда теперь вот такой хитрый азиатский прищур сверху светодиодные габариты поворотники а основная фара внизу сзади машина тоже очень сильно изменилась обратите внимание на бумерангообразные задние фонари которые сверху объединены воедино вот такой красной перемычкой смотрится неплохо я бы даже сказал модно целевая аудитория должно понравиться у соула теперь три такие базовые концептуальные версии это соул джетти вот такой городской с довольно низким бампером как бы приспортивленный есть в этом что-то такое с одной стороны стремительный с другой стороны приземленная хотя сам автомобиль конечно сохранил свой кубический форм-фактор но вот такая городская машина и есть принципиально другой соул во всяком случае визуально он выглядит совсем по-другому это соул x-line x-line вы знаете что это такое это псевдо кроссоверы пожалуйста пластиковая отделка колесных охарок бампера накладки на дверях на порогах это как бы кроссовер но привод опять же только передний никаких вариантов здесь нет но выглядит машина гораздо более внедорожнее чем городской джетти мне во всяком случае x-line нравится больше если бы я покупал себе соул то наверное остановился все-таки именно на этой версии ну и наконец есть соул и ви электрически вот это такая кислотно-салатового цвета машина это продолжатель традиции и ви первого поколения идея та же самая чистый электромобиль но здесь уже гораздо мощнее двигатель 204 лошадиные силы против 110 но главное это конечно батарея если раньше было всего 30 киловатт час то сейчас 64 по идее за запас хода должен драматические вырасти но каков он в официальных данных пока нет а каков он будет в реалии мы увидим когда машина выйдет на рынок я не измерял но визуально кажется что двери стали шире шире во всяком случае передние и когда попадаешь в салон садишься на водительское место ощущение такое что попадаешь в машину классом выше вот попросторнее стало а вот сзади места больше не стал пусть вас не обманывает вот это большое пространство для для ног поскольку сидение сейчас передние довольно сильно сдвинуты вперед если сядет рослый человек то здесь примерно столько же места останется сколько и в машине нынешнего уходящего поколения выставочный soul gt оснащен turbo мотором 1 из 6 это в принципе мотор известный вы его тоже знаете хорошо 201 лошадиная сила и он комплектуется только идет сочетание только семиступенчатым роботом других вариантов нет хорошо это или плохо судите сами кроме того на американском во всяком случае рынке будет двухлитровый мотор 147 лошадиных сил и вот здесь уже возможны варианты либо механическая коробка передач либо вариатор не классический гидромеханический автомат а вариатор ну и по поводу трансмиссии тоже не должно возникать никаких иллюзий soul как был сугубо переднеприводным автомобилем так им и остался а это салон x-line а он более успокоенность для такой салон не больше по душе посмотрите как решен трехспицевый руль с кругляшами кнопок слева кнопки управления телефоном мультимедийной системой справа круиз-контролем и меню trip-компьютера экран мультимедийки не работает поэтому сказать о ней ничего не могу под ней блок управления микроклиматом это простой вариант обычные крутилки и кстати говоря они приятные на ощупь не вызывают ощущение пластмассовости вот этот вот кругляш тоже прикольный такой сделано очень хорошо ну и селектор вариатора сидение вроде бы ничего особенного но садишься и удобно потому что есть и боковая поддержка и регулировка по высоте качающимся качающимся рычажком все что нужно есть вот так решена обивка дверей интересные при этом удобно вот ручка под нормальный человеческий хват на выставочном x-лайне двухлитровый бензиновый мотор 147 сил но не механическая коробка передач я думаю что на нее будет ограниченный совсем спрос а вариатор автомата нет даже для американского рынка багажник принципиально не изменился он стал чуть чуть побольше но вот визуально выглядит примерно таким же каким и был то есть все увеличение автомобиля пошло вот по крайней мере на мой глаз на увеличение пространство для передних пассажиров там действительно теперь как в более крупном автомобиле а багажник если и вырос то ненамного и 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